КОРОТКО О СИТУАЦИИ С ОТРАВЛЕНИЕМ НАВАЛЬНОГО, ЗА КОТОРОЙ И Я, КАК И ВЫ, ТОЖЕ НАБЛЮДАЮ, КОТОРОЕ, ВПРОЧЕМ, НИЧЕГО КРОМЕ СМЕХА УЖЕ НЕ ВЫЗЫВАЕТ. ОФИЦИАЛЬНЫЙ КРЕМОЛЬ УПОРНЫЙ НЕ ХОЧЕТ ПРОВОДИТ РАССЛЕДОВАНИЕ. ИМ ПРОЩЕ РАЗВЯЗАТЬ ОЧЕРЕДНУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ ВОЙНУШКУ, НУ ТАКУЮ СТАРУЮ ТОПОРНУЮ, КРУГОМ ВРАГИ, ЭТИ ВРАГИ ХОТЯТ НАС УНИЧТОЖИТЬ, ПОРАЗИТЕЛЬНО. 20 ЛЕТ ДАННАЯ БРЕХНЯ РАБОТАЕТ, МНЕ, НАПРИМЕР, СМЕШНО СЛУШАТЬ ТУЖ ЗАХАРОВА, ЛИ ТАМ СОЛОВЬЁВА, А ВАНЯ? ХОТЯ, ДАВАЙТЕ ПО-ЧЕСТНОМУ, ЧЕГО ХОТЯТ НЕМЦЫ-ТА, А ВМЕСТЕ С НИМИ И БРИТАНЦЫ, ТЕПЕРЬ ДРУГИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ГОСУДАРСТВА, ВЫ РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОВЕДИТЕ, НУ РАЗ РЕЧЬ ИДЁТ О БОЕВОМ ОТРАВЛЯЮЩЕМ ВЕЩЕСТВЕ, БОЛЬШЕГО ОНИ НЕ ПРОСЯТ, ПРОСТО РАССЛЕДУЙТЕ СИТУАЦЮ, СОВЕРШЕНО ПРИСТУПЛЕНИЕ, ЭТО НОРМАЛЬНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ ЛЮБОЙ СТРАНЫ, НУ КРОМЕ БАНАНОВЫХ РЕСПУБЛИК, НЕТ, НЕ БУДЕМ, И ВООБЩЕ ВЫ ВСЮ ВРЕТЕ. В многих странах политики, делающие заявления, они выведены своими законодательствами за пределы правового поля, потому что они политики. Ну, так, например, как я знаю, такая же ситуация, например, в Великобритании, когда все заявления в парламенте, они не носят такого, не носят декларативный характер, политический характер, и они как бы не подсудны. Вот здесь то же самое мы имеем. То есть политики могут заявлять все, что угодно, что они и делают. О как! Политики могут заявлять все, что угодно, что они и делают. Слушайте, меня это даже напрягает. Подозреваю на Россию, скоро новый законопроект презентуют с таким вот названием. У нас уже и так чиновники с депутатами ни за что не отвечают, в том числе персоны категории А. Так давайте вообще это дело узаконим. Бред какой-то. Начинаем! На шикарную новость наткнулся Росстат. Заявил, что чиновники из Минфина потеряли, вы вдумайтесь в это слово, потеряли 430 миллиардов рублей. Я не пошутил сейчас. Речь идет вот о каких деньгах. Помните, когда мы все дружно сидели по норам минувшей весной, простите, на самоизоляции, Мишустин в какой-то момент расщедрился и предложил выделить из фонда национального благосостояния 3 триллиона денег, ну там в несколько этапов, несколькими траншами, на поддержку граждан, оказавшихся без источника дохода, на поддержку бизнесменов, тоже попавших в сложную ситуацию, они это тогда называли антикризисными мерами. В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином России зарезервировано 1,4 триллиона рублей. Правительством прорабатывается второй пакет мер, направленных на преодоление последствий распространения новой коронавирусной инфекции. Уже в мае деньги перечислили в Минфин, где их распределили среди нуждающихся, но вот незадача. Сегодня, повторюсь, выясняется, что 430 миллиардов из той суммы куда-то потерялись, за 4 месяца всего испарились, такая куча денег, даже не за год, май, июнь, июль, август. А что такое 430 миллиардов? Это почти полтриллиона. Хотите на пальцах? Давайте на пальцах. Это годовой бюджет второго города в стране Санкт-Петербурга. Это 10 годовых бюджетов Екатеринбурга или Новосибирска. 10, господа, эти деньги пропали. Как такое может быть? И кто, кстати, за это ответит? Мне что-то снова подсказывает, что никто, тем более я просто уверен. Там прекрасно знают, куда девалась искомая сумма, верно? А на какие шиши мы сегодня Сирии помогаем? То, что санкциями обложили проклятые буржуи со всех сторон. Это сербский главарь и еще один наш друг Лукашенко, в конце концов. За чей счет? Из каких фантиков войну собственным народом развязал? А там ведь почти революция началась. Так за чей счет такие банкеты? Именно за наш. Вот вам полтриллиона, так удачно исчезнувшие из казны. Народно это ведь значит ничьё, трать, как вздумается. А люди потерпят, верно? Это реальная журналистика. Куда еще уходят деньги российского налогоплательщика? Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Ну и переходим к конкретным примерам. Тема Белоруссии заездили в Кыргызстан. Предлагаю переместиться. Где в обозримом будущем пройдут парламентские выборы. Вот сейчас буду рассказывать. А вы попытайтесь сопоставлять происходящее там и происходящее здесь. Проводите параллели, так сказать. Начнем с того, что Кыргызы, как и многие наши соседи, устали от своих коррумпированных чиновников-бездельников. Президент Женебеков доверие избирателей не оправдал. Тем более, что он, как и большинство политиков на постсоветском пространстве, номенклатурщик. С 80-х годов в политике бывший член КПСС. Разумеется, в республике усилились оппозиционные настроения. И вот, чтобы удержаться у власти, господин президент решил усилить парламент своими людьми. А как это сделать на фоне недоверия? Верно! Создать карманную псевдо-оппозиционную силу. Так появилась партия Беремдик, если по-нашему единство. Вот так оно переводится. Ничего не напоминает. Если честно, у меня сложилось ощущение, что в Киргизии в данный момент работают российские политтехнологи. Которые ничего лучше не придумали, как достать из чулана наши старые методички, стряхнуть с них пыль и начать кормить люд вот этой лапшой. Возможно, обкатывается сценарий, который мы будем наблюдать в 2021 году у нас. Тем более, что у нас тоже псевдо-оппозиционных партий, как комаров, летом развелось. Но да вернемся к киргизскому единству. Первое, что в этой истории заставило задуматься, действующие депутаты вдруг стройными рядами побежали вступать в данную партию. Опять же, проводите параллели. А затем и вовсе выяснилось, что основателем оппозиционной политической структуры и ее теневым руководителем является брат президента Женибекова. А Сылбек, экспикер парламента, к слову, вот это поворот. Один страной руководит, второй в оппозиции. Вы это можете представить? И вы уже говорили со своим младшим братом, Силбеком Шариповичем, Сватом, о том, что, наверное, не надо им идти на выборы в седьмой созыв, чтобы рикошитом критика опять не коснулась вас. Это выбор народа. Я не буду туда вмешиваться, если вы правильно поймете, да? Брат, Сват, на выборы, да. Но каждый человек, он сам решает. Я еще по этому вопросу не говорил. Примечательно, что вот этот самый брат-оппозиционер оказался замазан в коррупционных делах, а точнее в хищении государственных денег. Речь идет о модернизации ТЭЦ Бишкека, которую в свое время отремонтировали по завышенной цене. Сейчас это дело разбирается в судах на ремонте той ТЭЦ. Умудрились смылить почти 500 миллионов долларов, даже по российским меркам сумма серьезная, ну а для киргизов-то тем более. Однако самое главное, деньги те были чужими. Официальный Бишкек занял их у китайцев, теперь с процентами. Придется отдать 500 миллионов? Вопрос. Как думаете, а кто за это заплатит? Да налогоплательщики. Киргизские, и я уверен, российских еще подключат, потому что наш великий вид с Женебековым дружен. А то, что родной брат главы государства оказался прохвостом, именно господин Асселбек, будучи спикером, протащил эту сделку через парламент и ратифицировал ее. Да кому до этого есть дело? Ну что, знакомая ситуация? Есть преступление. Есть подтвержденный факт хищения, когда вместо требуемых 50 миллионов, это установлено экспертами, на модернизацию ухнули в 10 раз больше. Кстати, та ТЭЦ уже посыпалась. Повторюсь, даже суды идут. А вот преступников нет. Хотя, ну кто станет судить брата президента в России, его друзей-то верховного трогать, боятся уж в сторону родственника, и вовсе не посмотрели бы, печально другое, таких историй на постсоветском пространстве вагон и маленькая тележка. Воры вместо того, чтобы отвечать за содеянное, идут на выборы, получают должности, продолжают воровать, а все же потому, что мы не интересуемся политикой. Кого не спроси, ой, лично мне оно и не интересно, людям пускают пыль в глаза, вот как в случае с этой. Оппозиционные партии берем дик единства, люди уши развесили. Нам ведь главное, зато говорят-то как правильно. Да не по разговорам уже давно, пора судить, а по поступкам. Гражданам Киргизии хочу сейчас обратиться, подумайте 40 раз. Причем отдать свой голос за вот это вот самое единство, но и гражданам России тоже. Вы также начинаете задавать вопросы, когда вам презентуют неизвестно откуда взявшихся оппозиционеров, которых в последнее время еще раз развелось как бог на собаке. Иначе будем всю жизнь оплачивать счета разного рода жуликов. Все, это была реальная журналистика, сегодня вот в таких вот военно-полевых условиях, но это жизнь. Все, пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok